Донецкая Народная Республика Донецкая Народная Республика Я думаю, что для каждого совершенно очевидно, что у нас происходят просто тектонические изменения. Республика живет именно сейчас в этом процессе. И эти изменения касаются и социального обеспечения, и восстановления, и строительства, и восстановления дорог, и социально значимых объектов. И это мощнейшая государственная поддержка экономического сектора, что для нас совершенно точно жизненно необходимо для того, чтобы выйти на соответствующие стандарты жизни региона. Поэтому я думаю, здесь ни у кого не возникает сомнений каких-либо в том, что действительно те изменения, которые происходят, они просто тектонического масштаба. Сегодня вот в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, судя по статистике, работает 88 отделений МФЦ. Также есть и выездное обслуживание в 8 мобильных комплексах. Центры открываются практически каждый день. Насколько осуществимо в вашем регионе план удвоить к концу года количество многофункциональных центров? Эту цель, напомню, ставит и правительство. Я могу сказать, что мы уже, в принципе, этот план выполнили, потому что из 88 озвученных вами объектов МФЦ, 39 функционируют именно в ДНР. Более того, до конца года планируется к открытию еще два многофункциональных центра. И на 2024 год запланировано открытие еще 14. Отмечу, что и этого количества пока не хватает, потому что количество людей, обращающихся сейчас в МФЦ, оно поистине огромное. И понятно, что люди обращаются по разным вопросам совершенно. И принцип единого окна, он очень важен, бумажной волокиты очень много. Сейчас не только нормативное регулирование меняется в республике, но и, соответственно, и люди вынуждены получать и должны получать новые документы уже российского образца. В связи с чем наши МФЦ работают действительно в таком режиме, чрезвычайном, я бы сказала. Но все-таки за какими услугами, в первую очередь, идут люди в МФЦ в вашем регионе? Какие проблемы там решают чаще всего? Опять-таки принцип единого окна, то есть фактически все государственные услуги, любые документы, это и замена, и выдача паспорта по российским правилам и российским нормам. Это и государственная регистрация недвижимого имущества, и кадастровый учет, и документы подачи и получения полиса обязательного медицинского страхования. Это и материнский капитал, и перерасчет пенсий, то есть абсолютно все услуги, которые оказываются со стороны государства, за этими услугами наши люди, жители ДНР могут обратиться в многофункциональные центры. В марте этого года жители вашего региона начали получать российские пенсии и пособия. Мы подробно рассказывали в наших информационных программах об этом. Понятно, что поначалу процесс был непростой. Удалось ли его наладить сейчас? Сколько человек в ДНР уже охвачены соцподдержкой? Да, действительно, поначалу было непросто, но тем не менее все службы работают и трудились над этим процессом. На сегодняшний день могу сказать, что уже перерасчет пенсии был произведен для 273 тысяч пенсионеров, даже более. В системе обязательного пенсионного страхования зарегистрировано 865 тысяч человек, то есть это получение СНИЛС, грубо говоря. Единое пособие для семей с детьми до 17 лет получают 63 тысячи семей, всего оно уформлено на 88 тысяч детей. За получением материнского капитала обратилось 12 300 человек, и из них уже получили сертификат на материнский капитал 11 700. То есть, как вы видите, темпы впечатляют, они на сегодняшний день уже гораздо более оперативные, чем были поначалу, когда необходимо было наладить этот процесс. Но пока что эти процессы еще происходят, то есть еще, естественно, говорить о том, что 100% населения республики охвачено всеми видами социального обеспечения, которые существуют в Российской Федерации, пока еще рано. Но, тем не менее, процесс идет, и он значительно ускорился. Насколько города Донецкой Народной Республики готовы к отопительному сезону? Мы знаем, что все лето шел ремонт инженерных сетей. Завершены ли эти работы? Можно говорить о том, что мы находимся в высокой степени готовности к зимнему отопительному сезону. В частности, более 8700 домов уже подключено, и это около 400 социальных объектов. Также подготовлено к зимнему сезону 262 котельных. Это очень важно, потому что наши котельные находились в плачевном состоянии. Но сегодня наше Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства уделяет внимание этим вопросам в ускоренном порядке. Идет подготовка к отопительному сезону, и на сегодняшний день уже можно говорить о том, что этот процент очень высок и приближается к 100. Я так понимаю, что сегодня в Донецкой Народной Республике заключен первый договор участия в долевом строительстве жилья с использованием ипотеки по 2%. Об этом пишет в своем телеграм-канале Марат Хуснулин. Скоро в ДНР появится еще больше новострожек с доступным и комфортным жильем, как он говорит. Наш телеканал с интересом следит за ходом восстановительных работ в Республике. Какие знаковые объекты введены в эксплуатацию за последние два месяца? Да, действительно, мы об этом уже тоже с вами говорили, обсуждали эти процессы. Хотела бы поделиться еще промежуточными итогами, поскольку из 2500 запланированных к восстановлению объектов жилых домов уже завершены работы на 1758 объектах. Но еще год не закончился, поэтому у нас впереди еще три активных месяца строительства. Тем не менее, мы идем с опережением, неким опережением графика. Если говорить о знаковых объектах, то, конечно, хотела бы упомянуть здесь и Волноварский районный краеведческий музей, и Мариупольский государственный университет, и спортивный комплекс Ильичовец, и те самые МФЦ, объекты МФЦ, о которых мы с вами говорили, многие из них были построены с нуля, либо восстановлены. Это и объекты образования. Ну и, конечно, я не могу не сказать об открытии второй части комплекса Саур-Могилы. Это и памятник шахтерам-защитникам Донбасса, который был установлен возле Дома правительства. То есть, как мы видим, культурные объекты, они тоже и строятся, и восстанавливаются, открываются и кинозалы. В частности, в Новоазовске, в Янакиево, в Мангуши, в Володарском районе были открыты кинозалы в Донецкой Народной Республике. То есть, процесс идет очень активный. Спасибо, Наталья Юрьевна. О развитии социальной инфраструктуры Донецкой Народной Республики мы говорили сенатором от этого региона Наталье Никоноровой. Редактор субтитров А.Семкин